Всем добрый день! Сегодня предлагаю обсудить представителя одной из самых новых и специфичных веток линкоров в гример кораблей, а именно итальянский линкор 4 уровня Dante Alighieri. Первый итальянский линкор Dreadnought отличался хорошей для кораблей своего класса маневренностью и оригинальным расположением артиллерии на поле. Давайте разберемся, что из себя представляет линкор Dante Alighieri в игре «Мир кораблей». Линкор имеет критично малое количество очков боеспособности – 36 тысяч, что намекает на то, что этот линкор должен бережно обменивать свой ХП. Нужно отметить слабую противоторпедную защиту линкора в 16%, которая требует особого внимания к получаемому от торпед противника урону. Броня Dante Alighieri следует сказать неплохая, достаточно уверенно танкует, но борт подставлять под залп вражескому линкору не рекомендую. Dante Alighieri имеет обычную ремонтную команду, которая восстанавливает 180 единиц очков боеспособности в секунду, работает 28 секунд и перезаряжается в 80 секунд. То есть плюс-минус, как и у всех линкоров. Dante Alighieri имеет великолепную маскировку для классов, дальность видимости с кораблей в 12,4 км и видимости самолета в 8,8 км. Прокачав маскировку перками командира и используя камуфляж, получаем солидные 10,9 км засвета с кораблей, что в свою очередь позволяет дольше выживать, отсветившись или даже приготовить подарок бортахубы, отобравшись к нему незаметно. Но, к сожалению, на четвертом уровне очень много эсминцев и насладиться своей маскировкой не всегда получится. Цитадель линкора без сюрпризов, если бортом не торговать и вовремя подворачивать, все довольно сносно. Уходить из-под фокуса линкору помогает отличная незаметность и маневренность, если рядом нет эсминца. Dante Alighieri имеет прекрасную маневренность для класса. Максимальная скорость хода в 23 узла, завидный радиус циркуляции 580 метров и время перекладки рулей 11,5 секунд. Совокупность этих характеристик для линкора дает просто великолепную маневренность, что дает нам больше шансов уклониться от вражеских залпов и торпед и в свою очередь положительно сказывается на выживаемости корабля в бою. Dante Alighieri способен избежать больших цифр урона благодаря отличным маневренным показателям, маскировке и, конечно же, вниманию командира. Линкору приходится играть на средних, а иногда и ближних дистанциях из-за дальности ведения огня 14,6 км. В бою линкору не хватает скорости поворота башен и он часто не может реализовать полный залп ГК без риска серьезно получить в ответ. Очень, конечно, выручает великолепный радиус циркуляции линкора, которым позавидуют даже многие крейсеры. Таким образом, можно сказать, что в бою на средних и ближних дистанциях, Dante Alighieri имеет свои особенности ведения боя и не является откровенным кактусом. Перейдем к орудиям. 12 стволов в четырех башнях с калибром 305 мм, невысокая дальность ведения огня 14,6 км и хорошая скорость полета снарядов 850 метров в секунду. Слабая точность и неплохие углы наведения намекают на то, что на этом линкоре нам будет с кого пострелять, если мы будем держаться на средних дистанциях. Линкор обладает средней скоростью перезарядки орудий в 33 секунды, но имеет 12 стволов главного калибра, что дает нам лидерский вес залпа на уровне и в целом хорошо сказывается на его потенциальном уроне. Следует отметить отсутствие осколочно-фугасных снарядов и наличие полубронебойных с уроном 7850 единиц. Максимальный урон бронебойных снарядов 8100 единиц со средним бронепробитием на уровне. Эти показатели представляют собой смесь неплохого потенциального урона, который очень сильно подвержен вариативности. Иногда очень сильно разочаровывает точность линкора, которая сильно снижает великолепный потенциал 12 орудий главного калибра линкора. Противоминный калибр у Данте Ольгери огорчает малой дальностью стрельбы в 4 километра. Таким образом можно сказать, что упарываться при покачке в ПМК не имеет смысла. Нужно отметить хорошая базовая ПУ, которая представлена всего одной аурой. Средняя аура до 3 километров с уроном 158 единиц. Перки командира и модернизации в моем выборе направлены на улучшение вооружения и живучести. Подводя итоги, следует сказать, что Данте Ольгери не выиграет им бой, но и не является кактусом на своем уровне. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok